Проходили разные периоды, но каждый раз мы чувствовали надежное плечо нашего партнера Арифлейм, потому что Арифлейм работает больше в 60 странах мира, и за счет этого есть ресурсы помогать и развивать бизнес, даже когда в какой-то стране, в каких-то странах на данный момент временно не очень хорошая ситуация. Я вам хочу сказать, что было время, когда в России был очень дикий кризис, просто курс доллара скакал не то что за один день, запрос, если вы помните это время, сейчас он так, через 2 минуты уже другой курс. И когда Магнус Брэнстер, президент компании, приехал в Россию, он выступал на большом зале, и он сказал, что вы такие грустные сидите, в России кризис, но в мире-то нет кризиса. Ну, тогда он сказал такие слова, и он сказал, что за счет других стран, что там хорошо, у нас есть ресурс, у нас есть возможность выбраться из этого кризиса общими силами и усилиями и сделать компанию сильнее. Поэтому не переживайте, Арифлейм с нами, и Арифлейм всегда рядом и не уйдет с нашего рынка и не бросит нас. Мы проходили кризис, мы прошли с вами пандемию, мы с вами столько всего проходили, даже ни один кризис проходили, кстати, и в разных странах, и Арифлейм всегда была рядом. И мы обязательно сделаем с Магнусом тоже прямой эфир, где мы просто напрямую спросим, Магнус, какие у тебя планы? Магнус, а что ты думаешь по поводу этой ситуации? Как в этой ситуации нам правильно жить и действовать? Но сегодня очень важный эфир. Сегодня я хочу поговорить с тобой, Лиза, про очень непростое время, и ты проходила через то же самое, через что сейчас чувствуют многие люди в наших близких странах. И я бы хотела сегодня затронуть, Лиза, если честно, у меня сейчас просто мурашки, я бы сегодня хотела с тобой затронуть очень важные вопросы. И давай так, если ты позволишь, я тебе немножко позадаю вопросы, которые люди пишут в интернете, и я бы очень хотела, чтобы вот эту информационную пустоту ты помогла мне ответить, дать видение нашим лидерам и людям, как быть, как чувствовать и как отвечать правильно на настолько заданные вопросы, хорошо, которые сейчас сыпятся из интернета на нас всех. Но давай мы для начала немножко познакомимся, потому что огромное количество людей, многие знают твою историю, многие просто низкий поклон, тебя любят и благодарны за тот путь, который ты прошла. Давай немножко познакомимся. Ты счастливая мама, многодетная, троих детей, у тебя богатый муж, у вас все было хорошо, и ты пришла в Арифлейм. Давай так, кем ты была до Арифлейм, немножко скажи, и как ты вообще оказалась в Арифлейм? До Арифлейм я мама троих детей, у меня два высших образования, я жена предпринимателя, который действительно проходил все-все-все трудности на нашу голову, на нашу судьбу свалилось немало трудностей, когда мы только поженились, я работала в аптеке, и как раз развал Советского Союза, самого мощного Советского Союза, который я люблю, все народы, все 15 республик, все время в школе проходило разные конкурсы, 15 республик, 15 сестер, танцевала танцы в школе, и стихи, и песни всех народов знали мы. И вот таким вот образом воспитанная вот на этих вот чувствах, что мы все братья и сестры, да, я вышла замуж, и муж был кооператор в то время, самый молодой предприниматель республики Чеченской, и развал Советского Союза, всех республик, естественно, все границы перекрыты, а Кавказ это всегда очень эмоциональные, дерзкие, смелые, мужественные люди, все время свободолюбивые, естественно, нам все границы закрыли, все, и весь наш бизнес, тогда у нас был свой кондитерский завод, свой завод хлебобулочных изделий, мы молодые, ему 26 лет, мне всего тоже 21-22, и нам пришлось потом переехать, вот-вот перед войной пришлось переехать в Москву, потому что надо было как-то жить, как-то развиваться, и он сам развил в Москве свой бизнес совместно с Ираном, совместную строительную компанию, вошел в Совет предпринимателей мэрии Москвы, и таким образом, а я дома сидела с тремя детьми и воспитывала детей, в садиках водила, и в это время и были у нас боевые действия, самая жестокая война в Чечне, естественно, это большая боль, это круглые сутки ты не знаешь, что с твоими родственниками соцсетей, не было что с твоими родными, где они, в каких подвалах, как они живы или нет, не знаешь, как им помочь, и в этот период человек 20 из родственников, кто как смог выбраться через все эти блокпосты и так далее, переехали к нам, и мы в своей двухкомнатной квартире еще человек 20 беженцев приютили, страх, тревога, но в этот момент ты хочешь помочь, помочь не знаешь как, и когда я пришла в Арифлейм, я пришла попробовав продукт, но я узнала, что здесь есть такие возможности, когда я услышала истории успеха, что здесь можно изменить свою жизнь в лучшую сторону, у меня появилась идея помочь своему народу, который потерял все абсолютно, все жилье, весь город стер с лица земли, живут в страхе, живут в тревогах, живут без будущего, живут в палаточных лагерях на гуманитарную помощь, но самое важное, я благодарна Всевышнему и благодарна своему народу, какие бы условия ни были, они не были агрессивными и жестокими, потому что было сознание, сознание, что простые люди, жители России, жители других республик, и мы не виноваты в этой войне, мы всего лишь жертвы этой войны, нам эта война никакая не нужна, мы люди мирные, мы хотим мира, и, конечно же, как и на любой войне, всегда бывают жестокости, всегда бывает мародерство, всегда бывает все, ты можешь весь этот свой пар выпускать, агрессию выпускать, ты можешь осознанно как-то по-другому просить, молить Всевышнего и решать этот вопрос по-другому, потому что, выпуская пары, выпуская негатив, выпуская агрессию, ты ничего хорошего ни себе, ни своим окружающим не делаешь. Я очень благодарна своему народу, что был разум, что все-таки вера Всевышнего, это дорогого стоит, наверное, она давала вот это вот спокойствие и веру в мир. Когда я впервые приехала, мне пришлось несколько месяцев уговаривать своего мужа, чтобы он меня опустил, чтобы он посидел с детьми. У меня была идея, если не я, то кто же, то кто же, если не я помогу своему народу, когда я узнала, что есть такие возможности, что они смогут зарабатывать и изменить свою жизнь в лучшую сторону. Но были люди, которые в Москве жили, Лиза, кому твои помады? Потому что они видели через помады, через пудры, призму Арифлейм. Я видела возможности, что независимо от национальности, независимо от вероисповедания, независимо от возраста, от образования, у тебя есть желание, ты можешь изменить свою жизнь. И я знала, что есть такое... Лиза, Лиза, подожди, пожалуйста. Научи человека ловить рыбу, а не давать готовую рыбу. И таким образом... Слышно меня? Что такое? Лиза, подожди минутку, пожалуйста. Лиза, подожди, пожалуйста, ты очень важные вещи говоришь. У нас сейчас что-то с интернетом. Подожди, пожалуйста, я тебе дам отмашку, когда продолжаю, ладно? Хорошо. Сейчас, друзья мои, временная пауза. Но важные вещи в сиропе. Лиза, тебе здесь, если ты меня слышишь, передают привет, благодарности, что за такой ты пример... Есть интернет или нет? Так, и, друзья мои, знаете, что давайте-ка я выкручу комментарии. Как это сделать? Так, выключить комментарии. Все, просто смотрите, хорошо? Все. Так. Лиза, ты меня слышишь? Да, слышу, я все слышу, у меня все нормально. Я тебя тоже прекрасно слышу. Да, это здесь может интернет гулять, но пока показывает, что хорошее качество звука. Хорошо, продолжаем. Да, да. Хорошо. Когда я делилась своей идеей, мне, конечно, крутили у виска, ты что, кому твои помады и пудры нужны? Там муку надо послать, там рис надо послать, там масло надо послать вагонами и так далее. Да, я понимала, что дав человеку один раз рыбу, он будет сыт один раз. А научивший человека ловить рыбу, он может всю жизнь себя кормить. И поэтому эта идея меня не успокаивала, хотя я рисковала своей жизнью своими детьми. И я еле через несколько месяцев капельным путем мужа подготавливала. Он говорит, хорошо, я посижу с детьми, я там договорюсь, чтобы тебя встретили, чтобы тебе все было безопасно, все и так далее. Я прилетаю в этот лагерь беженцев и даже не прилетаю, тогда самолеты же не летали, поезда отменяли, когда боевые действия, самолеты отменяли, связи никакой не было. И я приезжаю, и когда я вижу вот эти вот глаза и слезы у людей, которые потеряли веру в мир, веру в себя, Лиза, кто же нас возьмет, кому мы нужны, в шведской компании мы не нужны, у нас нет ни прописки, ни дома, никакого будущего. Я не знаю, как у меня это получалось. Я сама была на 9%, и эти 9% я делала лично сама. Но вот какая-то вера получилась убедить этих людей, что они смогут изменить свою жизнь в лучшую сторону. Я помню одну девушку, как она, вот все жили в вагончиках, все, наверное, видели плацкартные вагоны, да, и они вот как... как называют... как купешка... разделены вот эти плацкартные, да, для семьи, как комната. И в одном вагоне... живут семьями, семьями люди живут, и они старались мне чем-то угодить, чем-то в таких условиях мне что-то накрыть, угостить. Вот это вот человечность, без приимства не уходило. Вот если у тебя это есть, в крови, в эту тушь, потому что, представляете, и каждый говорил, мы верим в мир, мы верим в мир, мы на каждой молитве просим мира. и вот таких озлобленностей, агрессивностей не было. Так, Лиза выключилась. Лиза, ты здесь? Да, 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 я здесь. Ты остановилась на том, что вот этой озлобленности и агрессивности не было, что мы хотим мира. И это очень важно. Сейчас, да, сложнее, потому что есть социальные сети, есть боты, которые вот разжигают вот эту ненависть друг к другу, разжигают, шлют разные эти спамы, вы как можете кушать, вы как можете есть, вы как можете спать и так далее. Друзья мои, никому это не нравится, что есть война, все за нее переживают, потому что мы все люди, и у нас есть сердце, и у нас есть жизнь. Мы все рождены для счастья, для жизни. Никому это не нравится. Но, к сожалению, в мире всегда есть такое. Почему-то Ближний Восток, это уже более 10 лет, с 80-х годов в Афганистане есть война. Кому-то это выгодно, я не знаю. Я в политику не лежу, лет идет война в Сирии, гибнут люди. Да, самая жестокая война. Слышно меня? Временами хорошо, временами немножко... Марго, слышно меня? Как будто кто-то пытается нас помешать. Да. Да, 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 мне тоже так кажется. В Инстаграм помешали, и здесь помешают. Но мы все равно прорвемся, потому что наш посыл – это мир, это красота, это здоровье. Поэтому очень важно нам в это непростое время сохранять спокойствие, здравый рассудок, как бы тяжело нам не было, потому что когда ты в страхе, в тревоге, когда ты пропускаешь через свой мозг вот этот вот вирус всего, то ты начинаешь болеть, и ты никому ничем не поможешь, ни себе, ни своим близким, ни тем, кто страдает. И очень важно, чтобы каждый из нас вот излучал, какую бы мы информацию не получали, излучал добро, любовь и протягивал руку помощи. И сегодня, я хочу сказать вот что, сегодня и в то время, 20 с лишним лет назад, моя республика, тысячи людей изменили свою жизнь благодаря Арифлейм. Это первое, что они сцепились за эту возможность. Это и через три месяца в военных условиях, когда нет воды, когда воду привозят тебе Красный Крест, организация швейцарская, когда другие европейские страны тебе дают еду, у тебя нет никакой поддержки. Вот когда у тебя есть желание, тебе Бог помогает. Люди стали расти, люди стали зарабатывать, люди стали менять свои жизни. И каждый, кто рос, развивался, это такое чувство радости, гордости было за этих людей, что хоть одну человеческую жизнь мы спасли, хоть одну человеческую жизнь мы подняли на ноги. И знаете, все, что вы делаете, делать нужно с любовью. И сейчас непростое время. Жизнь подбрасывает нам разные времена. То цунами, полностью стираются города. Я помню, в Малайзию готовили бриллиантовую конференцию, помнишь, Марго, полностью было снесено цунами, столько жизней ушло. И у нас там лидер был, у которого на глазах двоих детей унесло. Помнишь? Вот. Такие случаи бывают, то войны, то кризисы, то пандемии. И даже прошлые два года в каком режиме мы с вами жили вместе. Очень важно сохранить человечность. Важно сохранить видение и веру в будущее, что все это пройдет. В любом случае, все проходит. Все проходит. И если мы с вами будем мировую историю читать, изучать, мы это поймем, все это было и до нас. И не дай бог, и, к сожалению, может быть, будет и после нас. И каждый из нас, если мы с вами сохраним спокойствие, если сохраним веру в будущее и будем нести эту доброту и любовь в будущее, то мы с вами сделаем много. Не просто так сказал великий классик Достоевский, что красота спасет мир. Я перефразировала его и говорю, Ари Флейм спасет мир. У меня есть пример, что именно Ари Флейм спас несколько тысяч жизней. Сегодня я начинала с Чеченской Республики. У меня не было личной выгоды выйти на уровень, заработать денег. У меня была идея помочь своему народу. Когда твоя идея идет от сердца и она благородная, созидательная, добрая, помогающая другим людям, когда вы не думаете о своих баллах, о своих скидках, во что бы то ни стало сегодня рекрута найти и так далее. Нет. Тогда у вас посыл другой. Кому я сегодня могу помочь? Кому я сегодня могу предложить? Даже теперь получается и экономически страдает вся страна. Получается, мы же видим опять скачки доллара. Эта история повторяется каждые 5-10 лет. Ничего нового нет. И очень важно сейчас найти тех людей, которым нужен вот этот запасной канал, если даже у него есть работа, страховка, Ари Флейм, как называется, начать уже предлагать возможности. Как многие думают, если через призму, как сейчас ты говоришь о бизнесе, об отдыхе, о машинах, а еще о чем-то. Никто не отменил, что даже на войне надо мыть руки, надо мыть тело, надо мыть зубы. Даже ты есть не можешь, но мыть руки, зубы, лицо, ты обязан мыть. иначе никакой гигиены, ничего. Из советских фильмов Великой Отечественной войны я помнила, что люди в фильмах меняли на кусочек хозяйственного мыла последнюю буханку хлеба. И я тогда поняла, тогда я поняла, вспомнив вот эти вот эпизоды этих фильмов, я поняла, что именно вот эта продукция, она востребована везде, и люди с ней могут построить себе свою жизнь, изменить свою жизнь в лучшую сторону. Понимаете? И сейчас тоже, и в пандемию, когда все рынки рухнули, предприниматели и так далее, все закрылось, все закрылось абсолютно, люди не выходили. Опять Арифлейм идет в помощь людям, опять Арифлейм через онлайн доставку, все. У нас лучшие руководители. Вы не знаете, как круглые сутки они сейчас думают, какой они тревог, какой груз на их плечах, они должны думать, где эту продукцию брать, как нам ее доставлять, как нам выплачивать. Лиза, пока ты зависла, я тебя тоже дополню. Вчера была встреча с руководством, и даже сейчас, даже сейчас, да, вот они сказали, не знаю, каждый день все меняется, но даже несмотря на это, наше руководство готово быть с нами, на связи, каждые два дня для того, чтобы рассказывать, какая обстановка, что они придумали. И они вчера нас заверили, вот был вопрос, да, как же, где уверены, что шведы не уйдут с рынка, там, Вольво вот, например, ушла. Друзья мои, шведы сами говорят, что Россия, что СНГ, это очень важная часть нашего бизнеса. Мы уже просто родственники друг с другом, и мы уже столько кризисов, пандемии, уже столько всего проходили, что мы здесь. И они каждый день, каждый час думают, собирают совещание, как сделать, чтобы люди не теряли все обещанное, то, что компания обещала. Да, Лиза, вот вчера буквально была встреча, как руководство было на связи. Вот сейчас тебя слышно, да. А то, что я говорила, не слышно? Где я остановилась? Ты говорила, и потом вот тишина была, и после этой тишины я как раз подключила. Ага, все, я поняла. Примерно, когда я говорила, что у нас лучшее руководство, у руля. Наше руководство за 55 лет миллион кризисов мировых проходило. У них есть опыт, у них есть стратегия, у них есть много-много вариантов нам с вами помочь. И поэтому мы с вами таким образом можем помочь и народу, и командам, и компании тем, что мы с вами не будем слушать вирусный контент, вирусные новости, потому что они влияют на наш мозг, потому что как, что мы слушаем, то у нас и остается в мозгу. А я вам скажу, так как мы проходили эту военную кампанию в Чечне, и ни одни новости не были правдой в то время. Ни одни новости. Поэтому лучше с обеих сторон никакие новости, никакой правды. Это всегда так было, есть и будет. Каждый говорит все, что хочет. Кому-то война, кому-то мать родная, еще что-то. Если мы с вами не можем никак повлиять на это, мы с вами можем влиять нашими правильными действиями, вселять людей в веру, вселять людей надежду, помогать им возможностями, чтобы они как раз-таки зацепились за возможности, отвлеклись от этой ситуации, спаслись свою психику, себя, свое здоровье. У меня для вас остров такой надежды, да? Такая охота, то твердая. У меня для вас будет вот эти вот три вот таких вот шага, запишите, запомните, что нужно сейчас сделать. Что первое, смотрите, что мне дает вот этот вирус, вот эти страхи, вот эти тревоги, вот эта агрессия, что это мне дает? Помогает ли это состояние мне и моим родным, моим близким изменить эту ситуацию? Я могу в таком состоянии? Я же не могу здраво мыслить, у меня же нет здорового сознания, ведь в таких состояниях люди говорят, делают все, что могут, поэтому я не могу это все сделать. Значит, во имя своей семьи, своего окружения, своего народа, своей страны, во имя мира я должен сохранять спокойствие. Второй шаг, как я могу сохранять это спокойствие, когда в мире такое творится? Молиться, молиться, молитва творит чудеса, молиться, молить Бога о мире, молить Бога о том, чтобы побыстрее это все закончилось и без жертв, молить Бога, чтобы Он показал правильный путь, каждый час делать какие-то аффирмации и сохранять свое спокойствие. Вот именно поддерживая свой мозг своими мыслями, своими действиями, стараться сохранять это спокойствие, наполнять себя и мир излучать, любовь. Только так, только так. И третий шаг, нужно действовать. Каким образом? Не агрессии, не отвечать на агрессию, не обсуждать политику. Мы с вами ноль в политике. Там наверху они лучше знают, они лучше разбираются. Мы всего лишь пешки, мы всего лишь простые люди. Делать то, в чем мы разбираемся. Мы разбираемся, как мыть руки, как мыть, вот как содержать в чистоте. Мы разбираемся в том, чтобы дать людям возможности. Мы в этом разбираемся, понимаете? Это очень важно. и делайте то, что вас будет как-то наполнять. Отвлекитесь от всего этого. Вот поднимитесь, отвлекитесь от всего этого и старайтесь и разговорами, и действиями отвлекать свое окружение, свою семью. Найдите каждый выход со своей семьи. Полностью отключите телевизор и новости. Я уже много лет не смотрю новости. Вот с Ари Флейма с 23 года я не смотрю новости, потому что они меня не информируют ничем хорошим. После новостей ты уже как выжатый лимон, ты отдал всю энергию, ты растратился и ничем ты помочь не можешь ни себе, ни людям. Это не помощь. В любой религии, дорогие мои, большой грех наводить страх, наводить смуту и вселять в людей вину. Это грех. Этого нельзя делать в любой религии. Поэтому наоборот человеку, делавшему, сказавшему, делавшему благое, даже указавшему на благое считается, как будто он это сделал все благое. Поэтому давайте делать благое, давайте будем людьми, давайте будем человечными, давайте... Я люблю всех, не без разницы кто какой национальности. Главное, чтобы у него были ценности, главное, чтобы он был человек, был добр к людям и делал правильные поступки. Вот что самое главное. Я не люблю, не уважаю, даже пусть это будет мой брат, сестра и так далее, если у них противоречит правильным поступкам, правильным действиям. Это очень важно. Если мы с вами... Лиза, все, ты вернулась опять на связь. Ты сказала, я остановилась на том, что даже если это мой близкий, если у него неправильный посыл, то я уважаю только тех людей, у кого действительно человечное отношение к жизни, к миру, к людям. Да, совершенно верно, только так. И каждый человек должен крепко знать, у него должен быть стержень, что для него важно, что он видит, или он будет как гибкий вот этот вот тростник туда-сюда качаться. У нас с вами мощная поддержка, мощная поддержка в виде ваших спонсоров, топ-лидеров, в виде команды. Даже если вы где-то на улице и в другом месте эту поддержку не находите, здесь вы найдете. Арифлейм – это большая семья. Я вам честно скажу, я когда выходила в Москве, я же не славянской внешности, могли остановить правоохранительные органы, взять паспорт, разорвать, хоть у меня пробежье московское, и кутузку отнести, и всех так отвозили, прям за решетку. Был беспредел полнейший. Я приходила в Арифлейм, я не знала, как этих людей зовут, но у них у всех были добрые сердца и глаза. Это какая-то другая планета. Представляете, вот именно вот эта энергия меня туда и притянула. Когда был теракт в Москве, в Норд-Осте, это боль, это боль каждого человека. И вы знаете, мне лидеры Арифлейм звонили, они не с моей команды, не я с их команды, они мне звонили и говорили, Лиза, как вы там? Чем вам помочь? Тебе помощь нужна? Вот что такое человечность, ребят. Вот что такое человечность, это очень важно. И мы всегда готовы помочь всем тем, кто может, кто хочет, но не агрессией. Нельзя на агрессию, агрессии отвечать, никто не победит. На все нужно только добро и на все воля Божья. Никто не виноват, что кто-то есть черную икру и хлеб, а кто-то есть просто сухарики и чай. Никто в этом не виноват, понимаете? У каждого своя жизнь, своя судьба, всегда так было. Но если ты благодаришь за этот же сухарик и чай, вы знаете, у меня была в Москве ситуация такая, античеченская компания же была, и за любые вещи сажали чеченцев, прямо ловили, сажали, врывались в квартиры. И вы знаете, навешивали ярлыки, закидывали оружие, закидывали наркотики и сажали повально. Это было такое. Я жила, я знаю, среди... И моего мужа также увезли. Петровка, 38, заскочила в квартиру, где мы были и увезли. И навесили на него ярлык, что особо опасный преступник. И у меня борьба была с замминистром обороны России. У меня не было ни денег, ни связей. Мы же как беженцы там. У меня ничего не было. Все родственники на войне. Но я молилась, я молилась и спросила Всевышнего. И я с тремя детьми, я даже Москву не знала. Я даже не знала, как по метро передвигаться в то время. И я молила Всевышнего, чтобы он мне помог. Там статья шла больше 20 лет или пожизненно. Я молилась, чтобы он мне помог. Там силы, там деньги, там связи. Там силы, деньги. А я никто. И даже адъютанты этого замминистра обороны пришли и говорят мне, ты кто-то такая? Валите свою Чечню, мы сейчас всех вас посадим и отправим в вашу Чечню. Я не знаю, откуда. Я тогда еще в Арифлейм не было, я сказала. И он мне говорит, у вас же нет 200 тысяч долларов, чтобы купить это дело. Я так посмотрела. Я говорю, мой муж ни в чем не виноват. Я говорю, ваша ложь против вас же обернется. Там сидит не фраер, я говорю, но зато у нас есть 200 тысяч родственников. Каждый даст по доллару и будет 200 тысяч долларов, я ему сказала. Он был удивлен моей верой, уверенностью. Мне Всевышний, я молилась и просила. Знаете, я не говорила, за что мне это, куда я теперь с тремя детьми пойду, на что я буду жить, там война идет, военную обстановку. Здесь меня никто на работу и никуда не возьмет, потому что я чеченка, никто со мной не будет общаться. И я не это думала, о, вы виноваты, вы Россия, вы еще что-то. Я просила Всевышнего и благодарила Всевышнего за эту ситуацию. Значит, она мне для чего-то дана, я его говорила. Спасибо тебе за эту ситуацию, я говорила. Я благодарна за эту ситуацию, значит, она мне для чего-то дана. И в процессе трех месяцев нам удалось доказать невиновность силами того же замминистра обороны, очень грамотный адвокат попался, и чтобы на себя не замарать, потому что это все было вымышленное дело, хотя у них были силы, и чеченцев без суда и следствия отправляли во все тюрьмы. И они же вытащили, потому что я молилась. У меня больше ничего не было, у меня не было ни денег, а в то время у меня даже прописки не было, мы на съемной квартире жили. Эта сила молитвы, она велика. Поэтому... На самом деле, действительно, можно же решать любые конфликтные ситуации, касаются это каких-то военных действий, или в любой стране, когда есть лидеры, которые пытаются от компании что-то получить, доказать, затребовать. Действительно, есть разный подход решения вопросов. Когда ты, ну, как маленькая сила, против огромной силы, ты можешь победить только одним способом. Не воевать не таким же способом, а реально через добро, через внутреннее свое состояние, действительно, да, и через то твердо, на что ты можешь опереться. То, что ты реально, через что ты влияешь, что ты можешь делать, за что ты реально ответственен. И вот этот круг своей ответственности расширять, 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 и делать то, что ты умеешь делать хорошо. И это важный момент. Лиза, спасибо тебе большое. Ты сегодня ответила на много важных вопросов, в том числе, когда люди, ну, реально обвиняли нас в том, что как вы можете продолжать жить, когда у нас здесь вот так вот. Как вы можете идти и говорить про... Грешите с собой битвом закончить, что ли? Грешите с собой? Вот. Потому что многие сейчас начинают прятать свои бездействия именно за то, что я сейчас нельзя работать, потому что вот такая ситуация. И что? Извини, все равно ты работаешь, и ты каждый день кушаешь. Кушаешь. Кушать-то надо, к примеру, да? Жить надо. Никто не умер за тем человеком, кто умер у нас. Говорят, я не знаю, как это сейчас в переводе, но на нашем языке, когда человек умирает, вот успокаивает. Никто за ним не умер. Человек продолжает жить. Ему дана жизнь. Ему дана жизнь Бога. И ты должен нести в этот мир не просто так вот, поел, поспал, погулял и так далее. Ты должен какую-то пользу в этот мир нести. Какую пользу ты после себя оставишь? Какой след ты после себя оставишь? Что о тебе будет говорить? А, жил, добыл, да сплыл? Или вот молодец. Вот в такой сложной ситуации он вот этим людям помог, вот этим людям помог, вот этому кусок хлеба дал, вот этому доброе слово сказал, к примеру, да? А у нас с вами не только кусок хлеба и доброе слово, у нас с вами инструмент, с помощью которого мы можем накормить тысячи людей. И даже, когда нас не будет. Яркий пример тому, Маргарита, твоя мама, Тамила Полежаева, ее сейчас с нами нет. Но даже новички, которые к нам сегодня приходят, знают ее, потому что мы о ней рассказываем, потому что в наших сердцах она жива. И, значит, то дело, которое она начала, ту веру, которую она вселяла, ее речи до сих пор актуальны, до сих пор мы ее цитируем, потому что эти речи поднимают с колен людей, эти речи дают веру, уверенность новым людям. Значит, представь себе, как ей это все засчитывается, ее нет, а люди, благодаря ее выступлениям, ее речам, благодаря тем семенам, которых она посадила, люди делают другие действия, люди меняют жизни в лучшую сторону, люди кормят свои семьи. Сейчас такое время, мы не знаем, что будет завтра, но в любом случае у нас с вами есть страховка Арифлейм. Давайте, друзья, будем больше говорить, больше эфиров проводить, больше рассказывать о возможностях, больше встреч живых проводить, больше помогать тем, кто в этом нуждается, не готовую рыбу давать, может быть, кому-то надо будет и готовую дать, чтобы он поел хоть сегодня, а научим людей ловить рыбу, научим людей смотреть в будущее, научим людей видеть жизнь. Жизнь-то продолжается, это все эти трудности, войны, это все закончится, иншаллах, все закончится, и дай Бог поскорее. Никому это не нужно, никто этому не рад. Мы все хотим мирного неба над головой, и как в детских стихах, как ты утром проснулся, в окнах свет и нет войны. Вот этого очень хочется всем. Слышно меня сейчас? Да-да-да, тебя слышно хорошо. Если есть вопросы, задавайте. Я вопрос не вижу, я могу включить, конечно, здесь, в комментариях. Но я думаю, что мы сегодня с тобой для первого эфира достаточно дали информации, и сейчас каждое утро будут новые эфиры. Сохраняйте спокойствие. Лиза, ты здесь? Так, ага, связь у нас пока гуляет. Но мне кажется, что за сегодняшнее время, несмотря на то, что связь прерывалась, мы все-таки нашли через что вещать. Я думаю, что важные, ценные крохи вот этих вот драгоценных мыслей мы с тобой все-таки донесли. Я тебя бесконечно люблю, очень благодарна. Я помню, когда я приезжала в непростое время в Чечню, я помню, как ты и Муса были рядом, я вообще не чувствовала, чтобы кто-то на меня как-то криво-косо смотрел. Я просто благодарна тебе за то время, когда так вы меня встретили тогда в Чечне, и как ты показываешь огромный пример всему миру, как можно быть, знаешь, как, как это сказать, воин мира, да? Когда ты словом, словом воздействуешь на людей и делаешь мир лучше через жизнь вот этого человека и вот этого человека и вот этого человека. И я думаю, что сегодня ты очень важный пример показала в том, что когда люди иногда такие от безвыходности, да, от страха, они обвиняют, что как можно сейчас говорить про баночки и скляночки, когда вот такое время? Да, можно, потому что мы говорим не про баночку, скляночку и цвет помады, не про путешествия даже и про те свои квалификации, а мы говорим про человека, как мы можем сделать мир лучше. И когда действительно в военное время ты показывала прострельные офисы, выбитые стекла и как вы тогда росли, потому что вы тогда думали не о квалификациях, не о подарочках, вы тогда думали про людей, для людей, и это такая большая ценность. И я, конечно же, хочу еще раз подчеркнуть, как же нам повезло с партнером шведской компании Арифлейн. Сколько мы уже обок прошли, не уйдут они с рынка. Они сейчас сами это нам заявляют. И они тоже говорят, и Магнус говорит, что наши страны очень близки ему. Ну не зря же он выбрал СНГ для того, чтобы управлять нашими странами и делать лучше. Это был его осознанный выбор. Он учил наши языки, он с нами разговаривает. Мы как одна единая семья, а своих не бросают. И, друзья, очень много было вопросов по поводу того, не уйдут ли шведы. Друзья мои, не уйдут. Вчера мы разговаривали с русским руководством, мы вчера разговаривали с Магнусом, позавчера разговаривали с Магнусом. Мы каждый день на связи, друзья мои. Знаете, я бы хотела, чтобы вы поняли, есть бизнес, есть политика. И это две разные области. Пожалуйста, не пересекайте их. Это очень важно. Потому что политика меняется, все заканчивается. А тот бизнес с человеческим лицом, который мы с вами создаём, тот фундамент, на который мы со своими семьями и наших друзей ставим, это очень важная опора в жизни, которую мы с вами сейчас создаём своими силами и умениями. И добро пожаловать в серию эфиров от топ-лидеров, где мы с вами будем рассказывать, брать интервью или свои истории, рассказывать, как проходили всякие кризисы, когда развелась война, когда волна, вода, когда цунами, всё смыло, когда через блокпосты переходили, как в это время лидеры решали вопросы, разговаривали с людьми, как работали. Пожалуйста, пропитывайте... Потому что не были зациклены на себе, что я, ой, в каком я страхе, а были зациклены на другом. Что я могу сделать лучше в этом мире и в этом мире? В другом масштабном. И чем больше твой масштаб, тем больше тебя Бог и Ангелы оберегают. Я в это истинно верю, друзья мои. Поэтому сейчас пришло время, наверное, что хорошего можно отсюда, какой вывод сделать? Пришло время, когда мы перестали думать за свою шкуру. Пришло время, когда мы объединяемся и думаем более масштабно, как мы можем улучшить этот мир. Друзья мои, это очень важно. Мы ещё с вами работаем с такой же компанией, которая давно-давно думает о том, как улучшить этот мир. Через переработанные материалы, через качество продукции, через то, сколько всего после себя они создают, оставляют, выращивают в разных странах и городах, где они берут какие-то масла и так далее. Поэтому, друзья мои, давайте ценить себя, друг друга, оставаться людьми, строить бизнес с человеческим лицом и быть друг к другу вот так вот, как партнёр, партнёр, да, шведы и мы с вами, как вот, как единый, единый, один мощный кулак. Спасибо, Марго. Когда мы едины, как говорится, мы не победимы. Это точно. Всем мирного неба над головой, всем любви, всем радости, мир, дружба, балалайка. Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, моя дорогая. Всё, мы завершаем этот эфир и я надеюсь, что он сохранится. Спасибо. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok